Сейчас это связано с моим каким-то процессом. Мне трудно воспринимать всё ментально, потому что, мне кажется, для меня в этом мало сейчас жизни. Я понимаю, что жизнь настолько разнообразна во всех своих нюансах и проявлениях, что всё, о чём мы даже сейчас здесь говорим, это всё как прекрасная ступень, которая, в принципе, часть каждой души этого хочет. Но туда пойти и ступить почему-то в жизни не так просто. Может быть, из этого выйдет мой вопрос. Можно ли воспринимать сексуальность именно как… Ну вот та сексуальность, на которую мы опираемся и делаем в какой-то момент выбор, можно ли это воспринимать как часть поиска себя, часть поиска своих утраченных частей и как какую-то некую трансценденцию на своём пути? Если это так, мне бы хотелось услышать. Да, я потеряю мысль. А тогда я потеряю мысль, если будут два вопроса. Один из моих учителей говорил, если у тебя два вопроса, и один из них, оно тебя глубоко не волнует. Исследование собственной сексуальности, на этом мы завершим наше занятие, это непременная часть обязательной программы по постижению, раскрытию понимания себя. Я сюда ещё добавлю исследование собственной сексуальности. Вот такие вещи, как понимание собственного теневого аспекта, куда часто вытесняется сексуальность, и понимание собственного безумия. Вот, когда мы в собственной психопатологии, где есть смерть, разрушение, шизофрения, истерия, психоз, невроз. Вот. Да, мы не боимся просто честно сходить, поисследовать, какие там настроечки по умолчанию. Только когда в эти теневые комнаты, да, страх быть отвернутым, страх смерти, страх быть никому не нужным, никем не замеченным. Потому что большинство людей в социалку, и даже в любовь, типа отношений, бегут, чтобы не ходить туда. Но это наши, скажем так, подвалы души. Там надо обустроить, уютные комнатки сделать. Вот. Поэтому, конечно, понимание, причем это же все феномены. Смотрите, ну вот нам жизнь выдали, смерть не выдали. Мы знаем, что она будет, но мы не знаем, каково это в опыте. Но мы можем определенным образом войти туда. Войти в наш... Я не к суициду призываю. Приблизиться к этому страху, поисследовать. Хорошо, что если у тебя кто-то есть на страховочном поясе, лучше это делать с кем-то. Самому очень сложно. Ну и потом ты сказала, что то, что я даю, это ментальная информация. Нет, дорогая, это точно не ментальная информация. Ментальная информация изложена логикой, статистикой, чем-то еще, как сказать, правильно с научной точки зрения. То, что я говорю... Да, то, что я говорю сейчас, это просто одно из двух. Или ты, ну, срезонируешь и поймаешь, или это просто, ну, как бы, будет как типа такое плановое занятие, на котором очередная доза теории была. у меня вообще теории здесь нет. Чуть-чуть теории есть в самой книге «Осознанная под любви». Но и то там не теория, а феноменология, в чистом виде. А тут я как раз против всяких теорий. Я считаю, что всякая любовь – это любовь, даже несчастная, невзаимная любовь. Это просто ее ипостаси, ипоявление. А наша задача, как индивидуальность, быть готовым и уметь переносить всю эту интенсивность и найти то место, ту суть себя в душе, которая способна пережить любой человеческий опыт с достоинством и с благодарностью.